Как крепить трубопровод на гипсокартон? В общем, если у вас нет возможности спрятать трубопровод между стеной и каркасом для гипсокартона, то можно его крепить наружу, уже в помещении, на стену уже из гипсокартоновых листов. Каким образом это делается? Как вы видите, каркас для гипсокартона, как я уже говорил, состоит из направляющих, то есть оцинкованного профиля, либо деревянного каркаса, не столь важно, и гипсокартон уже крепится непосредственно на эти направляющие. Естественно, можно закрепить так называемые клипсы, либо опоры, на которых будет труба уже непосредственно через гипсокартон к этим направляющим, к деревянным, либо к оцинкованным, вот к этим профилям. Обычно они ставятся не менее 60 сантиметров друг от друга. Поэтому, если вы поставите опор через 60 сантиметров на трубопроводы, этого будет достаточно для того, чтобы он не провисал уже при линейном расширении. 60 сантиметров между опорами будет достаточно, чтобы труба не прогиналась. Если взять, для примера, каркасный дом, как мы видим, то же самое, как минимум через 60 сантиметров стоят брусы. Ну, в данном случае здесь изображена теплоизоляция, это пенопласт, пенополистирол. Но, в любом случае, даже если каркасный дом с утеплением, вот с таким, к стойкам, либо к вертикальным, либо к горизонтальным, уже крепится непосредственно гипсокартон. И можно, когда вы закрепите гипсокартон, понятное дело, что вы будете видеть те саморезы, где прикручен гипсокартон, можно крепить опоры для труб или так называемой клипсы, непосредственно через гипсокартон, уже к вертикальным брускам, либо по низу, если это позволяет, к горизонтальному брусу. В данном случае здесь горизонтальный брус идет по всему периметру, и чуть выше плинтуса вы можете закрепить трубу. Но, если у вас такой возможности нет, давайте рассмотрим не то, что специальные саморезы, так называемые бабочки, с помощью которых вы также можете закрепить клипсы для трубопровода. Вот один из вариантов. Вот такие вот саморезы специально для гипсокартон. В гипсокартоне сверлятся отверстие вот под этот так называемый дюбель крупной резьбой, и потом уже сама опора вот этим винтом вкручивается вот в этот самый дюбель. Второй вариант использования дюбель-бабочка. Вот таким вот образом он выглядит. Тоже удобная вещь, тоже специально для гипсокартона. Это пластиковый дюбель. Саморез вкручивается, и он уже стягивается за пределами гипсокартона, и довольно-то жесткая опора получается. Вот такая вот картина получается при использовании дюбеля-бабочки. То есть, это ваш гипсокартон. Здесь вместо бруска у вас будет опора для трубы, куда защелкивается сама труба. И при вкручивании самореза дюбель-бабочка вот таким образом стягивается и создает жесткую опору. В этом случае уже сама клипса будет держаться в гипсокартоне довольно-таки-то жестко. Существует еще вот такой вариант тоже дюбеля-бабочки, но это уже металлический, вот она в разобранном виде. Вот такая вот конструкция получается, то есть, в нерабочем положении получается вот такой вот дюбель, когда вкручиваете вот этот винт, за счет вот этих шипов он вырезается в гипсокартон, а за счет вот этого винта с отверстием уже стягивается, и то же самое получается, как бабочка. Вот такие вот методы крепления, возможный опор для трубопровода на гипсокартоне, то же самое и на вагонке деревянной, поэтому, пожалуйста, используйте вот эти варианты.